Глава 41. Пересмотр планов, война и неожиданное открытие. Привычная обстановка директорского кабинета не принесла утешения Дамблдору, когда он устроился за своим рабочим столом. Уныло улыбнувшись, он попытался отрешиться, вслушиваясь негромкие щелчки, жужжания и позвякивания, стоящих на полках безделушек, что обычно отлично помогало после тяжелого напряженного дня. «Вот так кончается мир! Не с треском, а…» — вдруг всплыли в голове старого директора слова одной магловской песни Эллиот. Еще неделю назад у него был план. Дамблдор был абсолютно уверен, что надлежит сделать для предотвращения надвигающейся беды. Он десятилетиями расставлял малейшие кусочки мозаики его картины мира, манипулируя и врагами, и друзьями, направляя их с помощью пророчеств. Но всего лишь одно маленькое невинное событие. В дребезги разбило годы усилий и подготовки. Теперь детали его столь тщательно продуманного и приводимого в исполнение плана начали сыпаться одна за другой, словно костяшки домино, и конца этому не предвидится. И все, что он мог сделать — составить план, способный отодвинуть неизбежное на достаточный срок, чтобы успеть найти лучшее решение. План о наступлении всеобщего блага, о котором они с Геллертом мечтали, находился в отчаянном положении, грозя окончательно сорваться. Несмотря на изменения, которые предрекал этот треклятый дискорд, Дэмблдор был уверен, что сможет корректировать события так, чтобы исполнить то самое пророчество. Гарри должен был пожертвовать собой, чтобы раз и навсегда покончить с угрозой, исходящей от Волдеморта. В конце концов, что значит жизнь всего лишь одного ребенка в сравнении с благополучием всего волшебного мира? Директор отхлебнул из бутылки, что всегда хранилось про запас у него в кабинете, едва заметив жар прокатившегося по пищеводу огневиски. Его козырь, на который он поставил столь многое, вывалился из колоды. Теперь у него не осталось ни малейшего шанса сблизиться с мальчиком, не говоря уж о том, чтобы заставить его действовать согласно плана. Недавний визит в Мунгу стал очень болезненным напоминанием о могуществе сил, что теперь оберегают интересы Гарри, как будто этого было мало. На голову волшебного мира свалилось новое пророчество. Более того, это был беспрецедентный случай, когда пророчество обнуляло своего предшественника. Ох, как бы он хотел оказаться рядом в тот момент, когда бы Альбус мог так или иначе сохранить его в тайне. Как Сивилла смогла именно в момент его слабости побороть его внушение и проявить свой дар? Почему она оказалась в большом зале без присмотра? Наверняка это чьи-то козни. Ведь, будь иначе, судьба бы оповестила его. Куда больше его сейчас заботила иная проблема. Произошедшие события повлияли на политическую карту магической Британии с тонкостью и изяществом разорвавшейся ядерной бомбы. На первый взгляд казалось, что его усилия наконец-то принесли плоды. Старые враги оказались сметены с игровой доски, тогда как силы света заняли их позиции. Однако устранение старых врагов лишь дало возможность для проявления новых. А новый состав Визингамота, хоть и придерживается идей близких по духу Дамблдоровым, однако их вряд ли можно назвать союзниками. Те, кто был под его тщательным надзором, смогли ускользнуть. Наибольшая проблема в том, что Том также оказался в их числе. Дело лишь еще больше осложняло то, что те, кто ранее были его беззаговорочными союзниками-исполнителями, начали сомневаться в его методах и мотивах его поступков, заставляя его всячески сглаживать углы и заново налаживать отношения вместо того, чтобы противостоять новым врагам. В результате он бесповоротно потерял всяческое влияние на Гарри, и теперь только попробуй он хоть как-то использовать мальчика, тут же вмешаются его могущественные защитники. Конечно, у него еще оставалась его якобы первейшая забота и ответственность — обучение подрастающего поколения чародеев и ведьм. В его отсутствии Минерва проявила обеспокоившую Альбуса тенденцию к независимости суждений и действий, что может нарушить тот хрупкий баланс, который он поддерживал все эти годы. Магический мир изолировался от Магловского далеко не без причины, и теперь он с трудом мог представить ожидающие волшебников ужаса и потрясения, что принесет с собой попытка объединить эти два мира. Маглорожденные попросту оставят старый мир позади, тогда как чистокровные ни за что не смогут полноценно влиться в мир людей, не обладающих магией. Однако пока есть жизнь, есть и надежда. Хоть его план всеобщего блага оказался разбит в дребезги, он все еще может справиться с этой ситуацией. Да, всю эту неделю Альбус только и мог, что реагировать на несущиеся вскач события. Однако теперь, когда у него появилась такая возможность, Дамблдор снова сможет направлять события так, как ему нужно. Правда, предстоящий ему путь будет крайне неприятным. Ему придется полностью забыть о всяческих мыслях, как-либо повлиять на Гарри. Вместо этого ему придется немного подтолкнуть консервативную фракцию и понадеяться на то, что они смогут восстановить статус-кво. И, конечно, он легко найдет управу на новых членов Физингомота, чтобы слегка притормозить их неуемный энтузиазм. Дамблдор позволит находящимся под его мудрым руководством советникам одержать победу, при этом сохранив традиции. Одновременно с этим он найдет способ обнаружить и нейтрализовать Тома и его приспешников. Но первонаперво ему нужно найти заклинание защиты сновидений от вторжений извне. Дамблдор пару раз моргнул, сосредотачивая взгляд на содержимое его кабинета. Его голова была запрокинута, а к губам была приложена опустевшая бутылка из-под огневиски. Негодующих мыкнув, он испарил находящуюся у него в руке тару. Хм, кажется, он выбрал не лучший день, чтобы напиваться. Яйцо в смятку в пашотнице на завтрак уже давно стало традиционным способом Филсерича отметить наступление очередного утра понедельника. Для не обладающих ни магией, ни ловкими крыльями земнопони изящное поедание яйца в смятку было одним из высших проявлений застольного этикета. Оно требовало точного глазомера, твердых и уверенных челюстей и полной концентрации. Доброго утречка! Проморгавшись от попавшего в глаз желтка, Филсерич с хорошо скрываемым раздражением уставился на возникшего перед ним широкускалящегося драконикуса. Уж лучше всего лишь получить яйцом в лицо, чем страдать от более креативных выходок этого безумного существа. — Доброе утро, Дискорд! — произнес Рич. — Что привело тебя в мою скромную обитель? — Хм! Скромную? Дискорд обвел взглядом богатую столовую. — По-моему, ты плохо понимаешь истинное значение этого слова. Указав на нос собеседника, он добавил — Утяжат на лице! В ту же секунду драконикус щелкнул пальцами, и остатки яйца превратились в курицу, которая с закудахтов полетела прочь, при этом оставив на тарелке филсерича свежеснесенное яйцо. — Рад, что тебе понравилось! — усмехнулся хозяин дома и указал на свободные места за столом. — Прошу, присаживайся. Моя дочь должна вот-вот спуститься, и мы сможем насладиться этим скромным завтраком. — Как щедро с твоей стороны! — заметил Дискорд, усаживаясь на один из стульев. — Однако я не планировал злоупотреблять твоей гостеприимностью. По сути, мне вскоре предстоит завтрак с обворожительной юной леди. Я лишь заскочил на минутку за единственной подписью. Со щелчком пальцев и вспышкой света перед ним появились перо с чернильницей и несколько листов бумаги. — Что это? — спросил Филси, беря в копыта появившиеся документы и принимаясь изучать их содержимое. — Это мой брачный договор? — радостно пискнула розовая жеребенка, буквально влетая в комнату. — Спасибо тебе, папуля, и тебе спасибо, Дискорд! И фонтанирующая радостью жеребенка обняла их обоих. — Брачный договор? Удивленная речь внимательно вчитался в бумаги в своих копытах. — Подожди, Даймонд Тиара, я сначала должен на него взглянуть. — Ну, скорее, папуля! — проскулила Даймонд, подпрыгивая на месте от нетерпения. — Ну, полагаю, вы найдете условия более чем удовлетворительными. Довольно хмыкнул Дискорд, пока старший пони изучал договор. — Любая из сторон может расторгнуть его в любой момент без каких-либо штрафов и обязательств, — отметил Филси. — Это как-то не похоже на обязательный к исполнению договор. — Это для вас проблема? — поднял бровь Драконикус. — Нет, просто неожиданность, — ответил речь, не отрываясь от чтения. — Получается, это позволит обойти все законы, принятые Селестией, касательно брачных договоров. — Хм... — Даймонд Тиара, веди себя прилично и немедленно прекрати скакать, ты не пинки пай! — Ну, папочка! — еще жалобнее проныла жеребенка. — Могу сказать, что предыдущий брачный договор, заключенный благодаря моей скромной помощи, Твайлот явно впечатлил. — Ухмыльнулся Дискорд. — Все не могу взять в толк, как дух хаоса может быть столь хорош в жонглировании законами, — поинтересовался Фил Сирич. — Мой дорогой наивный друг, законы — это хаос, скрытый за хрупкой маской фальшивой упорядоченности. — Иначе зачем бы понадобилось столько адвокатов? — пожал плечами Драконикус. — И потом, у меня есть друг, и законы целиком и полностью, и ее стихия. — Я бы даже сказал, что эти условия слишком уж хороши, чтобы были правдой, — сказал жеребец. — Как правило, когда что-то кажется слишком уж хорошим, чтобы быть правдой, — в итоге так оно и оказывается. — А мы все прекрасно знаем, какие у меня отношения с правилами, — возразил Дискорд. — Тоже верно, — согласился Фил Сирич. — В итоге все сводится к тому, пойду ли я на риск, позволив моей маленькой принцессе воспользоваться этой возможностью. Я прекрасно понимаю, что это лишь вопрос времени, когда принцессы закроют те лазейки в законах, которыми ты воспользовался. Так что порой нужно просто не зевать и использовать дарованной судьбой шанс. И с этими словами жеребец взял в зубы перо. — А, да! Даймонд Тиара радостно заскакала вокруг стола, пока ее отец подписывал бумаги, которые гарантируют ей счастливое будущее. Вечер понедельника застал гриффиндорский табунок за повседневными рутинными делами. Теперь, когда уроки уже закончились, они скучковались в библиотеке, чтобы сделать домашку. В теоретических вопросах они исходили из правила, что совместное обсуждение всех сложных моментов облегчает запоминание. В практических же упражнениях, если кто-то из сатабунчан сталкивался с затруднениями, остальные сразу же вызывались все подробно объяснить и продемонстрировать. Поэтому к вящей зависти первоклашек остальных факультетов, когда табунок закончился домашкой, у них остался еще немалый запас свободного времени до отбоя на то, чтобы расслабиться и заняться своими делами. Однако, когда гриффиндорцы первоклашки направились в свою башню, Гермиона осталась в библиотеке, убедив их, что ей еще нужно кое-что свое найти и прочитать, а потом она обязательно к ним присоединится. В принципе, она сдержала свое слово и впрямь придя позже, и забравшись с кровати к остальному табунку, однако совместному купанию она вновь предпочла душ в одиночестве. Утро вторника в пригородах редко бывает приятным. Она только намылила мочалку, как со стороны входной двери раздался стук. Скрививший, словно лимон, проглотила, она ополоснула руки от пены и закрыла кран. Оставшаяся после завтрака посуда может и подождать немного. Для ходящих по домам продавцов было еще рановато, отчего у женщины возникло неприятное ощущение, что ничем хорошим это не кончится. Нахмурившись, она направилась к двери, вытирая руки о фартук. — А-а-а, — вяло сказала она, увидев довжидавшихся за дверью гостей. — Думаю, мне бессмысленно удивляться. Рано или поздно это бы все равно произошло. — Петуния? — поприветствовал один из гостей. — Может, все же впустишь нас? Она безмолвно шагнула в сторону и жестом показала мужчинам заходить. Закрыв за гостями дверь, она указала им садиться за стол в гостиной и с ничего не выражающим безжизненным лицом направилась на кухню. Вскоре она вернулась с тремя стаканами и литровой бутылкой спиртного, на этикетке которого был изображен прогуливающийся мужчина в красном пальто. Прогуливающийся мужчина в красном пальто изображен на этикетке Джина Бифитер. Примечание переводчика. — А не рановато ли для этого? — удивился Римус. — Хм. Даже если вам оно и не нужно, то мне понадобятся точно. Петуния расставила стаканы перед ними и также села за стол. — Все настолько плохо? — с плохо сдерживаемой яростью спросил Сириус. Петуния смогла лишь жалобно всхлипнуть, прикрыв глаза. — Она была моей сестрой. Я ненавидел ее за то, что она имела что-то, чего у меня никогда не могло быть. Я презирал ее за то, что она оставила меня. Я завидовала всему, чего она добилась, всем тем большим и маленьким чудесам, что происходили в ее жизни. Но она моя сестра, и я до сих пор ее люблю. По лицу женщины бежали слезы, капая на цветную скатерть. И если бы это случилось со мной, я точно знаю, что она забрала бы до отли и вырастила его как собственного сына. Но мне не дали даже этого. Я его ненавижу! Боже, как я его ненавижу! Что бы я ни делала и как бы я ни старалась перестать, я просто не могу. Я его ненавижу! Она горько всхлипывала нам против двух шокированных мужчин. Они! Ее голос надломился, и она начала снова. Они сказали, что не могут доказать, что он нас заколдовал. Пообещайте, что он заплатит за это. Поклянитесь в этом! Мы над этим работаем, сказал Римус. Тем временем Сириус откупорил бутылку. Похоже, это утро будет долгим. И одной может не хватить. Джеймс Тилли снова был дежурным за стойкой, когда в департамент делопроизводства вошел знакомый чародей. «Доброе утро! Одну минуточку, я сейчас освобожусь!» Сказал Джеймс, быстро написал служебную записку в другой отдел и, наложив верификационные и анимирующие чары, отправил сложившуюся в бумажный самолете к записку в полет. Удовлетворенный полученным результатом, он вновь обернулся к новоприбывшему. «Чем я могу вам помочь в это утро?» «Всего лишь очередная стопка скучных документов, которой нужно нотариально заверить, дорогой мой друг!» Ответил Дискорд, держа в руках стопку листов. «Еще один брачный договор?» Спросил Тилли, принимая протянутые документы. «Ну да», — довольно ответил Дискорд. Следующие несколько минут он наблюдал за тем, как Джеймс выполняет свою работу. В какой-то момент в департаменте объявился еще один чародей. «Мистер Дискорд?» — вежливо кивнул он. «Сол Крокер?» — вернул кивок Дискорд. «Разве вы не должны не выражаться?» «Для тех, кто уже забыл, Сол Крокер — сотрудник отдела тайн. Или попросту невыразимец. «Вы меня знаете?» — удивился Крокер. «Нет, но я никак не могу позволить, чтобы вы остались единственным, кто мистическим образом знает имена случайных прохожих», — ответил Дискорд. Крокер пару секунд изучал собеседника взглядом. «Вижу, вы принесли уже второй брачный договор за последние две недели», — наконец сказал он. «Ну да», — подтвердил Дискорд. «Понятно», — сказал Сол несколько секунд спустя, так и не дождавшись от собеседника продолжения реплики. «А вы явно не из тех, кто мнется перед дверью, не решаясь войти». «О да, я недавно входил и мял», — мечтательно закатил глаза его собеседник. Крокер одарил Дискорда нечитаемым взглядом. «Ладно, неважно. Я здесь из-за того, что мы заметили вашу заинтересованность в брачных договорах. Мы предположили, это связано с тем, что в вашей стране имеется избыток женщин». «Довольно точное предположение», — подтвердил Дискорд. «Возможно, вы будете открыты для переговоров по поводу дозволения некоторым из ваших юных леди эмигрировать в Британию. Наше общество будет более чем радо притоку свежей крови». Дискорд лишь удивленно моргнул на подобное заявление. «Хм... Довольно неожиданное предложение», — должен вам сказать. «Правда, вынужден признать, что пошлины и бюрократия могут стать непреодолимым бременем для обычных горожан». «Ну, бюрократия — зло, но зло необходимое», — пожал плечами Крокер. «А насчет пошлин, думаю, мы сможем достичь взаимопонимания». Вечером вторника Свити Белль мысленно разрывалась между тем, что же хуже — пропустить свою очередь поиграть в приставку или же быть вызванный в кабинет к МакГонагал опять. Нервничаясь, Свити Белль вскарабкалась на стул, стоящий напротив декана ее факультета. «Вам нет нужды так напрягаться, мисс Белль». Хоть профессор МакГонагал выглядела, как обычно, строго, однако Свити явственно расслабилась после этих слов. «Ладно», — ответила превращенная единорожка, уставившись на декана вопрошающим взглядом. «Я вызвала тебя, чтобы сообщить, что Артур завтра утром сопроводит тебя на заседании Визингамота». «Я думала, что он как раз будет моим представителем на всех этих дурацких заседаниях», — непонимающе склонила на бок голову Свити. «Будет. Однако завтра выборы нового министра», — пояснила МакГонагал. «И в знак уважения должны присутствовать все члены Визингамота, как и их представители. Понимаю, что все это ново для тебя, но я верю, что ты привыкнешь. Я знаю, какая огромная ответственность свалилась на тебя за последние пару недель, и очень горжусь тем, как успешно ты с ней справляешься». «Это будет до жути скучная церемония, да?» Со вздохом произнесла девочка. «По большей части». Согласилась профессор. «Ой, похоже, придется придумать, как сделать ее не такой скучной». Приунылась Вити Белль, признавая поражение. «Не надо, умоляю!» — взмолилась профессор МакГонагал. Завтрак среды принес с собой очередное открытие для гриффиндорского стола. Большая часть табунка еще даже не успела рассесться за столом, когда Маха загробастала себе самое популярное среди них блюдо. «Бекон!» — радостно провозгласил трансфигурированный единорог, ставя блюдо перед собой и принимаясь уплетать угощение за обе щеки. «Легать ты издеваешься!» — проворчала Эппл Блум, зыркнув на радостно хомячившую мясо Маху. «Это... это твое первое слово! Бекон!» «Бекон!» — улыбнулась Маха, запихивая в рот еще кусочек. «А, я думал, что с учетом того, сколько времени она провела, наблюдая за играющей в приставку лавандой, ее первыми словами будет что-то вроде «Допрыгай ты уже, тупой перс!» — отметил Дин. «Так что, как по мне, нам повезло, что она так пристрастилась к бекону». «Она забрала себе весь бекон!» — пожаловал Свити Белль, пытаясь дотянуться до женщины и отнять у нее блюдо. «Ага, она точно свитин, единорог!» — сказал третий классник, усаживаясь возле табунка первоклашек. «Тут есть еще одно блюдо с беконом, если ты не заметила!» «Знаете, я думаю, вам не стоит скармливать своим совом так много бекона!» — заметил Невил. «Тоже относится и к ручным единорогам!» Хиламина прощебетала с плеча Свити Белль свое согласие, не отрывая жадного взгляда от тарелки с жареной свининой. «Ну, попробуй его у нее отнять!» — сказала Джинни, махнув в сторону Махи рукой. «О, кстати, передай сосиски!» «Плохой единорог!» — сказала пятиклассница и, протянув руку, щелкнула Маху пальцем по носу. «Нельзя есть прямо из блюда! Нужно есть из своей тарелки!» «Ха!» — воскликнула женщина, прикрывая ладонями нос, в результате еще больше размазав жир по своему лицу. «Всем доброго утра!» — сказала Гермиона, подходя к столу. «Привет, Гермиона!» — поприветствовала ей Эбигейл. «Рада, что ты с нами! Но как, ты вчера нашла, что искала? Ты весь вечер проторчала в библиотеке!» «Ага, едва не опоздала вчера к отбою!» — заметил Симус. «Извините, что я такая плохая подруга!» — повинялась Гермиона, опустив взгляд. «Но это очень важно!» Маха кинула горсть овсянки в девушку, покусившуюся на ее нос. «Ляхая!» «Если это важно, то мы можем помочь!» Тут же вызвалась превращенная единорожка. «Что именно ты сейчас ищешь?» «А вот это уже наглость!» Возмущенная пятиклассница потянулась за йогуртом. «Не знаю, должна ли я вам рассказывать, — ответила Гермиона. «Я вроде как сама в этом виновата». «Эй!» — завопила Эппл Блум, внезапно обнаружившая, что превращенные единороги, оказывается, тоже неплохо умеют уворачиваться. «Сейчас же нет дождя!» Красноволосая земнопонька протянула руку к ближайшей тарелке, как тут же выяснилось, с яйцами в смятку. «Это не важно, сама-то виновата или нет», — заверил Гермиону Гарри. «Мы все равно хотим помочь!» «Но все! Это война!» — воскликнул заляпанный желтком Хаффл Пафовец, сидевший за соседним столом и, вскакивая, ухватил с блюда несколько пирожных. «Вот так пищевая ценность завтрака иногда может оказаться совершенно неважной». «Доброе утро, Артур!» — поприветствовала выходящего из каминового кабинета друга Минерва. «И тебе того же, Минерва?» — ответил Артур, с заклинанием избавляясь от сажи на одежде. «Свити были уже готовы?» «Идите пока еще на завтраке. Думаю, она вскоре будет готова. Я ей вчера сказала, чтобы она надела что-нибудь более строгое на сегодняшнее собрание, и, как я заметила, у нее достаточное для этого чувство стия». «Отлично», — сказал Артур. «Значит, идем за ней?» «Не будь я уверен, что Моля тебя уже накормила, то предложила бы сначала позавтракать в большом зале. Из норы еще никто не уходил голодным», — усмехнулся Артур, последовав за Минервой прочь из кабинета. «Вот это был замес!» Восторженно воскликнул Рон, когда Табунок покинул большой зал. Впервые в жизни на нем еды было больше, чем в нем. «А зачем было запрыгивать друг к другу на спину?» — поинтересовалась Эбигейл. «Хотя, признаюсь, это было круто!» «Скутти сверху очень метко кидалась, Свити защищалась большим блюдом, а Эппл хватало все, до чего могла дотянуться». «Не удивляйся, это такая их привычка!» — пояснила Парвате, стряхивая с мантией куски омлета. «У меня все волосы в этом желе!» — пожаловала Славанда. «Придется опять сейчас мыться!» «Нет!» — запаниковала Гремьона. «Мы пропустим уроки!» «Думаю, профессор нас поймет, если мы немного припозднимся!» — сказал Дин. «Во имя Мерлина, что с вами произошло?» Испуганные внезапным появлением декана, дети-акикролики перед удавом замерли, перед метавшей взглядом молнии профессор МакГонагалл. «Беокорн!» — подробно объяснила произошедшая Маха. И вновь в зале заседания Визингамота находилось больше народа, чем изначально могли рассчитывать архитекторы, заставляя комнату волшебным образом увеличиваться, дабы вместить всех присутствующих. Что интересно, в помещении было относительно тихо. Явно не то, что будешь ждать от столь большой толпы. Более того, в какой-то момент в помещении и вовсе воцарилась тишина, а все присутствующие ведьмы и чародеи уставились на занимательное зрелище в центре помещения. Одна его честь была вполне ожидаемой, постамент, на котором стоял каминный кубок. То, что из чаши кубка поднималось синее пламя, ни для кого неожиданностью не стало. Однако куда более запоминающимся зреющим была маленькая девочка с розовыми и лиловыми кудряшками верхом на единороге, который кружил вокруг постамента с кубком, пока сама девчушка радостно махала всем присутствующим рукой «Приветствуй их». Столь незабываемое зрелище просто завораживало взор. Девочка была одета в безукоризненно чистую белую мантию, что идеально сочеталось цветом с шерстью ее единорога и буквально лучилась радостью и беззаботностью. Само лишь ее присутствие приносило покой и гармонию в душу тех, кто за ней наблюдал. Сидящий на ее плече феник стал добивающим аргументом. Радостный щебет птицы, что складывался в причудливую мелодию, гарантировал тишину в зале. Хотя бы для того, чтобы послушать песнь столь редкого дивного существа. Когда подошло время начинать, девочка уже полностью забыла о своих страхах. Вначале, прибыв на заседание, она жутко нервничала из-за того, что оказалась в центре внимания. Однако, вскоре, немного попривыкнув и ощутив себя более раскованно, девочка стала задумчиво напевать в полголоса. Ее песня, что звучала все громче и увереннее, переплетаясь с песней самого феникса, произвела неизгладимое впечатление на слушателей, ставших свидетелями невероятного чуда, доселе неведомого человеческому уху. Казалось, будто девочка не просто делится своей песней, своим голосом, она словно открыла им свое сердце. Негромкий фоновый шум, производимый присутствующими до этого момента, мгновенный стих, как по волшебству. Впоследствии никто из присутствующих в зале так и не смог сказать, о чем же пела эта малышка, они лишь помнили, что песня была о надежде на светлое будущее. Когда песня смолкла еще целую минуту, в зале стояла оглушительная тишина, пока все присутствующие наслаждались последними отзвуками гармонии. Никто не сомневался, в песне таилась магия, магия и обещание лучшего завтра. После этого началось заседание Визингомота. Прочистив горло, привлекая к себе внимание, Дамблдор ударил деревянным молотком по трибуне. «Доброе утро, друзья!» — сказал он. «Полагаю, наша юная мисс Белли заслужила аплодисменты за столь яркое выступление». Зал буквально взорвался овациями вскочивших на ноги ведьм и волшебников. Отчаянно краснее, Свитти в последний раз помахала присутствующим рукой, после чего направила маху к Артуру Уизли. «Итак», — продолжил Дамблдор, когда аплодисменты стихли, «как верховный чародей, я имею честь объявить сегодняшнее особое заседание Визингомота открытым». Пожилой чародей тепло улыбнулся, наблюдая за тем, как все еще стоящие люди поспешили усесться обратно на свои места. «Как всем вам известно, мы собрались сегодня, чтобы избрать нового министра магии». Дамблдор обвел аудиторию взглядом. «Но прежде чем мы продолжим, есть ли еще какие-либо вопросы, требующие срочного рассмотрения Визингомота?» Все как один повернулись и в ожидании уставились на Алису Раттер. Однако она продолжала сидеть с улыбкой на лице и только пошевелила пальцами, приветствуя всех, а затем отрицательно помотала голову. «У меня есть срочное дело», произнес один из членов Визингомота, поднимаясь с места. «А, мистер Миллер», сказал Дамблдор, мысленно нахмурившись. «Похоже, назревались серьезные перемены, и это нельзя назвать добрым знаком. Так как вы теперь входите в состав Визингомота, я обязан вас спросить, не может ли ваше дело быть отложено до очередного запланированного заседания? Уверен, большинство здесь присутствующих собрались сегодня в первую очередь для того, чтобы поприветствовать нового министра». «Это не займет много времени», заявил Миллер. «Более того, мое срочное дело на самом деле далеко не ново и тянется уже много лет, дожидаясь разрешения». «Могу ли я вас убедить отложить это дело?» — вновь попытался Дамблдор. «Вот почему его никто последнее время не слушается». «Нет», — твердо проронил Грег. «Я перечитывал список имеющихся у нас полномочий, к которому только недавно получил доступ. И мое внимание привлек тот факт, что там прописано требование поддерживать единство волшебного общества и противодействуя дискриминации. Напоминаю членам Визингамота, что мы поклялись магией в том, что будем его соблюдать. И тем не менее, у нас есть масса законов, так или иначе разделяющих волшебников на чистокровных и маглорожденных. По сути, его составители, похоже, были немало обеспокоены тем, что безродный может потребовать себе привилегий знати. Когда некоторые осознали, к чему он ведет, по залу пронеслась волна перешептываний и обсуждений. Слегка побледнев, Дамблдор поспешил произнести. «Боюсь, я вынужден признаться, что абсолютно не понимаю, как это относится к нашей ситуации». «Это значит, что все законы, касающиеся разделения и различий в отношении к маглорожденным, полукровкам и чистокровным магам, являются несанкционированными и должны быть немедленно упразднены». Торжествующий объявил Грег. Когда присутствующие смогли переварить смысл того, что именно он предлагает, гул шепотков обернулся громким ревом. Внешне все еще улыбаясь, Дамблдор почувствовал леденящий холод где-то внутри. Своими неосторожными словами новый член Совета Визингамота ударил прямо в само средоточие идеи о чистоте крови и ее превосходстве, буквально объявив ее вне закона. Это могло обернуться катастрофой. Хоть в прошлом Визингамот в целом соглашался, что упомянутое разделение «по чистоте крови было пусть и лишь отчасти, но обоснованным». Становилось предельно ясно, что новый состав Визингамота считает совершенно иначе. И теперь он открыто требовал отобрать все доступные только чистокровным права. Дамблдор прекрасно понимал, что эту идею нужно немедленно остановить. «Несомненно, это революционная точка зрения и требует детального рассмотрения», произнес Дамблдор, стукнув молотком по подиуму, призывая к порядку. Его голос усиленной магии легко перекрыл поднявшийся в зале шум. «Однако, боюсь, поднятый вами вопрос не относится к повестке дня. Вдобавок, он требует куда большего внимания, чем мы можем ему сегодня уделить. Таким образом, боюсь, я вынужден отложить решение вашей проблемы до следующего заседания. Это даст вам время на то, чтобы изучить эту проблему более подробно». «Что?» Вас лихнул Грег, не веря своим ушам. «Здесь все и так предельно ясно. Все эти законы должны быть упразднены немедленно. Боюсь, все не так просто». Дамблдор покачал головой. «Если мы так поступим, тогда все предыдущие члены Визингамота тут же лишатся своей магии. Поэтому я вынужден настоять на том, чтобы отложить рассмотрение этой проблемы до следующего заседания». Шум в зале постепенно утихал, а внимание присутствующих вновь возвращалось к разговору одного из членов Визингамота и Верховного Чародея. «Что ж, хорошо, Верховный Чародей», сказал Грег Миллер, усаживаясь на свое место. «Мы вновь поднимем этот вопрос на следующем заседании». «Благодарю за ваше понимание», сказал Дамблдор с одобрительной улыбкой. «Прошу прощения, если почувствовали, будто к вашей проблеме отнеслись пренебрежительно. Но сегодня и правда не лучший день для того, чтобы тратить немалое время на решение этого вопроса. Сегодня мы должны избрать нового министра, и ему или ей еще предстоит потратить какое-то время на то, чтобы назначить новый кабинет министров, прежде чем можно будет приступить к детальному рассмотрению так беспокоящей вас проблемы. Я надеюсь, вы теперь понимаете, что я был вынужден так поступить исключительно во благо нашего правительства. Нам абсолютно необходимо восстановить систему управления волшебным обществом». «Полагаю, вы в чем-то правы», вздохнул Грег. Удовлетворенный тем, что смог выиграть время, Дамблдор снова обратился к собравшимся. «Я повторно обращаюсь ко всем присутствующим. Есть ли еще какое-то дело, требующее немедленного рассмотрения?» После этих слов несколько волшебников дернулись встать, но затем задумались и остались сидеть. В конце концов, их вопросы можно будет рассмотреть и на следующем регулярном заседании Визингомода. И потом они только что стали свидетелями того, что даже если воспользоваться правом срочного рассмотрения проблемы, ее при желании с легкостью могут под формальным предлогом отложить в долгий ящик. «Что ж, буквально пропел Альбус Дамблдор, тогда переходим к событию, которое вы все так сегодня ждали. Долорес, не отскажешь ли нам честь поучаствовать в этом знаменательном событии как представитель прошлой администрации с самой высокой должностью среди всех присутствующих?» «С удовольствием, Верховный Чародей!» «Почти промурлыкала толстая женщина в розовом, и, поднявшись со своего места, преувеличенно торжественно направилась к постаменту с кубком. Остановившись возле артефакта, она улыбнулась и кивнула собравшимся, отмечая присутствующих здесь ведьм и чародеев. «Хм-хм, прошу внимания!» объявила Долорес Амбридж, хоть в этом и не было необходимости. «Сейчас кубок выдаст мне имя нашего нового, глубоко уважаемого министра!» С этими словами она протянула рубку кубку. Упомянутый объект словно на несколько секунд втянул весь свет, что был в комнате, после чего вспыхнул и выплюнул одинокую оранжевую бумажку. Собравшиеся, затоив дыхание, следили за тем, как Амбридж ловко поймала этот клочок бумаги и прочитала написанное на нем. В тот же момент маска вежливости и доброжелательности слетела с ее лица, перекосившегося от злобы. «Нет!» заявила она. «Я отказываюсь участвовать в этом фарсе!» Женщина в ярости разорвала бумажку на мелкие клочки, после чего взмахом палочки сожгла их дотла. «Стой!» воскликнул Дамблдор, кинувшись к кубку, вслед за ним рванула пара авроров Эмилия Боунс. «Я умываю руки!» взвизднула Долорес и поспешила на выход даже раньше, чем к кубку подоспели остальные. Дамблдор со вздохом взмахнул палочкой над рассыпавшимся по полу пеплом и восстановившийся клочок бумаги прилетел ему в руку. Толпа вновь затаила дыхание, дожидаясь его объявления. Однако, когда Верховный Чародей не назвал сразу имя нового министра, напряжение в комнате словно удвоилось. Наконец, Дамблдор поднял взгляд, вздохнул и объявил «Похоже, нашим новым министром магии станет никто иной, как мистер Ксенофилиус Лавгуд!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok